Вакуумные системы 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 Но это в первую очередь негерметичности подвижных элементов. И в частности, на этой картинке это поршня. Ну, собственно говоря, с этими негерметичностями борются обычно при помощи различных смазок. И исторические насосы, которые использовались в качестве насосов объемного действия, и в которых просто элементом поршня, элементами системы откачки являлись различные жидкости, в первую очередь и чаще всего в середине 19 века, даже в начале 20 века, это была ртуть. Тогда ртуть была очень широко применяемой жидкостью, благодаря своим выдающимся техническим характеристикам, несжимаемости, низкого давления насыщенных паров, приличного веса. Таким образом, что с использованием именно этой жидкости ртути можно было получать большие давления на небольших высотах. Мы помним, что высота ртутного столба и высота при том же самом давлении водяного столба отличаются в 10 раз. Это, в общем-то, существенно. Это, в общем-то, просто существенная разница. Вот. Собственно говоря, поэтому ртутные насосы вытеснения были первыми жидкостными насосами, которые вошли, так сказать, в практику. Так сказать, сейчас, так же, как и ротационные насосы, которые были изготовлены на их основе и действующие примерно на таком же принципе. Вот. Сейчас современные насосы чаще всего, насосы объемного действия, не являются поршневыми, а являются ротационными насосами, из которых наиболее распространенной конструкцией является конструкция так называемого эксцентрика роторного насоса с заводниками в роторе. Вот. Иногда еще в это название добавляют слово ротационный эксцентрика, роторный насос с заводниками в роторе. А на жаргоне этот насос, предельное остаточное давление, при помощи которого может быть достигнуто, находится на границе, находится на границе ворвакуума и составляет величину порядка 10 в минус третий тор. Эти насосы на жаргоне называют обычно форвакуумными насосами, что в принципе никак не связано с их конструкцией, и только немножко связано с функционалом. Собственно говоря, принцип действия ротационных насосов с заводниками в роторе достаточно простой. Это насосы, которые состоят из ротора и статора, оба имеют цилиндрическую форму. Соответственно, ось вращения ротора смещена относительно оси вращения статора таким образом, что ротор касается в одной точке, а точнее говоря, в одной прямой, если говорить об этом физически. И, соответственно, в сечении это будет одна точка. И, собственно говоря, в ротор вмонтированы два заводника, которые представляют собой пластины, разделенные друг с другом или связанные, можно по-разному это назвать. пружиной, которые, и, собственно говоря, вся эта конструкция, ротор, статор и две пластины, сформированы таким образом, выполнены таким образом, что они разделяют пространство статора на три подобъема, ну и в одном предельном случае на два подобъема. Ну, собственно говоря, вот здесь на рисунке, а их видно, соответственно, объем 1, здесь помечен цифрой 3, объем 2 цифрой 4, объем 3 цифрой 5. Это три подобъема, и, соответственно, если у нас ротор вращается, вращается в направлении указанной стрелкой, ну, в данном случае у нас получается по часовой стрелке, то в данном случае у нас порция газа, которая попадает от входа насоса, сначала расширяется, а потом передавливается ротором на выход. Передавливается ротором на выход. Вот, собственно говоря, таким образом работает ротационный масляный насос, а масляным он называется по той причине, что для повышения герметичности конструкции, а именно герметизации элементов ротора на элементы статора, в этой системе используется дополнительный элемент, а именно масло. Но все насосы объемного действия вот такой вот конструкции и даже более скоростные насосы, а именно насосы типа РУЦА, это тоже насосы объемного действия, только в этих насосах в качестве роторов используются элементы сложной конструкции, которые выполнены в виде двух объемных деталей по форме сечения, напоминающих восьмерки, совершающих взаимное движение по примерно такому же принципу, а именно передавливающий газ от входа на выход за счет изменения величины рабочего объема. Вот, и даже бессмазочные ротационные насосы типа РУЦА, при помощи которых достигается гораздо более высокей скорости откачки, примерно в 10 раз более высокие, чем в эксцентрико-роторном насосе, все равно не позволяют достигать высокой величины предельного разрежения. Ну, это, собственно говоря, связано в первую очередь с особенностями конструкции, с особенностями физических процессов, происходящих при функционировании этих насосов. А именно, значит, высокие скорости откачки в насосах объемного действия недостижимы из-за того, что в насосах объемного действия имеется большое количество различных элементов, которые заужают их проводимость. Соответственно, входных отверстий, клапанов, выходных отверстий, все это влияет на проводимость, а мы, собственно говоря, там первые две лекции потратили на то, ну и вообще там первые две недели наших занятий по вакуумной технике потратили на то, чтобы разобраться в том, что в молекулярном режиме, в молекулярном режиме, любое уменьшение, сечение, и тем более любое, собственно говоря, изменение формы влияет на проводимость существенным образом. А, собственно говоря, при давлении 10-3 тор у нас длина свободного пробега уже становится сопоставима с величиной, и, точнее говоря, при давлении 10-3 тор и ниже длина свободного пробега уже становится по величине своей сопоставима с размерами большей части элементов, которые используются в вакуумных системах вообще и в системах откачки в частности, поэтому движение газа по определению будет по определению будет происходить в молекулярном чаще всего режиме при таких давлениях. И, собственно говоря, для того, чтобы работать при более низких давлениях, нужны какие-то новые, другие решения, более подходящие для молекулярного, более подходящими для молекулярного режима. И, собственно говоря, такое решение предлагают насосы другого типа. Это насосы, в которых используются какие-то высокоскоростные элементы, при помощи которых создается движение газового потока. Ну, собственно говоря, здесь идеи достаточно понятны. Мы берем какой-то элемент, который движется с очень высокой скоростью и в том случае, если скорости движения этих элементов будут сопоставимы по величине со скоростью движения молекул, то таким образом мы можем организовать упорядоченный поток и в молекулярном режиме в том числе. И в молекулярном режиме в том числе. Ну, собственно говоря, там сразу забегая вперед, могу оговориться, что таким элементом, создающим высокоскоростной поток, может быть не только твердое тело, движущееся с большой скоростью, но может быть и поток жидкости. И поток жидкости. Ну, собственно говоря, значит, в том случае, когда мы берем твердое тело и начинаем его двигать с очень большой скоростью, Таким образом мы можем сделать насос, который получил название молекулярного насоса. И, в общем-то, классик этого дела, ГЁД, и, собственно говоря, молекулярный насос типа ГЁД является первым насосом такого типа, который увидело человечество. Собственно говоря, этот насос по своему внешнему виду очень похож концептуально на эксцентрик-родерный насос, но хотя отличается, собственно говоря, примерно во всем. То есть общее в них только то, что имеется в этом насосе, используется цилиндрический ротор и цилиндрический статор. Другое дело, что ротор и статор уже выполнены соосно, при этом пространство ротора и статора, точнее говоря, пространство, которое остается после размещения в статоре ротора, разделено на два подобъема. Таким образом, чтобы по большей части пути проводимость была для газа выше, а, соответственно, по меньшей части пути между выходом и входом в насос проводимость для газа была ниже. Это достигается при помощи, соответственно, соответствующего ограничения, которое накладывается на зазор между элементами ротора и статора на одной части пути и на другой. Соответственно, часть пути 3, 5, 4 – это часть пути, на которой проводимость для газа выше, а, соответственно, на той части пути, которая у нас находится непосредственно между цифрами 4 и 3, проводимость для газа существенно ниже в разы, как минимум в десятки раз за счет геометрического уменьшения размера. И вот если мы цилиндрический ротор начнем вращать с очень большой скоростью, с такой скоростью, чтобы скорость вращения, линейная скорость движения поверхности ротора была сопоставима со скоростью движения молекул, в этом случае у нас будет выполняться следующий фокус. А именно в том случае, когда молекула, попадающая от входа, ударится об элемент статора, на этом статоре она, двигаясь в молекулярном режиме, проведет какое-то время в течение своего времени пребывания, а после того, как она десоргируется с поверхности, отскочит от поверхности ротора, она приобретет компоненту скорости, тангенциальную компоненту скорости, сонаправленную со скоростью вращения поверхности ротора. Таким образом, у нас все молекулы, которые попадают на ротор, а это все молекулы в молекулярном режиме, будут получать эту тангенциальную компоненту скорости и будут двигаться в направлении выхода. Ну, собственно говоря, разница в проводимости между входом и выходом по разным путям нам нужна для того, чтобы компенсировать перетекание молекул, которые от выхода попадают на вход, потому что у нас здесь в этой конструкции нет никаких клапанов, и, соответственно, молекулы из откачиваемого объема в молекулярном режиме могут совершенно спокойно попасть внутрь насоса и через насос, соответственно, улететь наружу. Это, во-первых. Во-вторых, часть молекул, конечно, которые пройдут через насос, могут точно так же по этому пути уйти на вход. Именно поэтому мы зауживаем проводимость насоса между выходом и входом для того, чтобы эффективной скорость откачки, получаемой у нас разностью в потоках между, соответственно, потоком обратного хода и потоком прямого хода, была у нас в данном случае в пользу откачки. Была в данном случае в пользу откачки. Ну, собственно говоря, очевидным недостатком этого насоса, точнее говоря, не то чтобы недостатком, а некоторой особенностью является то, что эти насосы работают только в тех случаях, когда создается предварительный поток, и этим насосам нужна предварительная откачка, которая создала бы молекулярный режим внутри всего насоса и внутри откачиваемого объема. Хотя, на самом деле, и в некоторых задачах на семинарах это будет иллюстрироваться, что именно в создании молекулярного режима в самом откачиваемом объеме, в принципе, для функционирования насоса не обязательно. Не обязательно. То есть можно просто на входе в насос заузить проводимость настолько, чтобы там немолекулярный режим в откачиваемом объеме не мешал функционированию насоса. У нас даже есть на эту тему задачи. Для повышения скорости откачки, для повышения предельно остаточного давления, такие насосы выполняют как по параллельной, так и по последовательной схеме, а именно собирают подобные камеры откачки таким образом, чтобы, выстраивая последовательно, понижать предельно остаточное давление или выстраивая их параллельно, повышать скорость откачки. Поэтому молекулярные насосы представляют собой сборные, наборные конструкции, чаще всего выполненные в виде множества роторов и множества статоров, собранных на одном валу и вращающихся с одной и той же скоростью. Ну и, собственно говоря, современной версией насосов, в которых используется та же самая концепция, являются насосы, в которых ротор выполнен таким образом, чтобы его поверхность была побольше, а, соответственно, расстояние между ротором и статором, элементами ротора и статора было минимальным. И угол между, соответственно, пластинами ротора и пластинами статора, точнее говоря, между ротором и статором был таков, чтобы молекулы двигались по минимальным, оптимальным путям после процесса десорции. И тогда, собственно говоря, ротор и статор выполняют в виде элементов, состоящих из пластин, вращающихся на общем валу. И, соответственно, у нас имеются элементы, которые насажены на валы, это, соответственно, элементы ротора, элементы неподвижные. находящиеся между ними, это элементы статора. Вот такой насос по внешнему виду напоминает турбину и, собственно говоря, называется турбомолекулярным насосом. В общем-то, устройство на основе турбомолекулярных насосов чаще всего используется для высокоскоростной откачки, в том числе в вакуумных системах, которые работают в условиях экстремального вакуума. То есть турбомолекулярная откачка спокойно используется в технических системах, в которых необходимо обеспечить давление до 10 минус 11, иногда даже считается, что до 10 минус 12, до 10 минус 12 тор. Но техника на основе высокоскоростной турбомолекулярной откачки – это прецизионная механика. И, собственно говоря, вот это требование к прецизионности, связанное с высокой скоростью движения элементов, находящихся внутри таких насосов, вызывает и, точнее говоря, предъявляет отдельные требования к точности изготовления деталей, собственно говоря, таких систем, и таким образом условивает их достаточно высокую стоимость. В промышленных системах, где необходимо получить очень высокие скорости откачки, и при этом желательно иметь какие-то достаточно простые, стабильно работающие системы, используются другие принципы создания высокоскоростных потоков газа, особенно при относительно высоких давлениях, при давлениях от 10 минус 2 до 10 минус 5 тор. И в этом случае удобнее использовать насосы, в которых повышенная скорость движения повышенная скорость движения создается при помощи различных струй, жидкости или пар. И таким образом появились насосы, которые как раз широко применяются там, где нам нужна очень высокая скоростная откачка больших объемов. Эти насосы получили название струйными, и, собственно говоря, в зависимости от того, струи каких элементов, каких видов вещества используются, они делятся на жидкостные насосы, тогда, соответственно, у нас в качестве двигающегося элемента используются струя жидкости, газовые насосы, тогда, соответственно, струя газа, или наиболее распространенный случай, это так называемые пароструйные насосы. Это используются пары какой-то жидкости, которые в насосе, соответственно, переходят из жидкого состояния, то есть кипятятся до газообразного состояния, потом конденсируются и становятся опять жидкостью. Ну, собственно говоря, из струйных насосов всем хорошо знаком с далекого детства, примерно, как минимум с первого курса, это водоструйный насос. А, собственно говоря, для высокоскоростной откачки чаще всего используются так называемые пароструйные насосы, в которых в качестве рабочего тела используется либо вакуумное масло, либо соответствующий эфир по консистенции, напоминающий масло. И, собственно говоря, пароструйный насос – это достаточно простой элемент, в котором имеется камера испарения, в которой жидкость доводят до высокой температуры и, соответственно, формируют ее пары при высоком давлении. Дальше, собственно говоря, эта жидкость разгоняется через коническом сопле. И дальше, собственно говоря, попадает в хорошо всем, опять же, знакомый из детского сада, сопло лаваля, состоящее из диффузора и конфузора. Соответственно, в сопле лаваля, точно так же, как это в ракетной технике используется, соответственно, струя сначала концентрируется в сечении по мере уменьшения сечения, а потом, соответственно, расширяется по мере увеличения сечения. За счет этого формируется направленная струя и, соответственно, формируется пониженное давление в элементе, который здесь на рисунке обозначен буквой С, Из которой, собственно говоря, происходит откачка Таким образом, у нас имеющаяся струя, которая имеет повышенную скорость Формирует вокруг себя область с пониженным давлением Таким образом, у нас, собственно говоря, и формируется высокоскоростная откачка Параструйные насосы очень часто собирают для увеличения предельно остаточного давления Собирают в многоступенчатые конструкции И все эти многоступенчатые конструкции гоняют рабочее тело, жидкость, гоняют по кругу И дальнейшим развитием идеи параструйных насосов и струевой откачки является так называемая диффузионная откачка Так и хочется сказать, что диффузионная откачка это один из подвидов параструйных насосов Но на самом деле это не является правдой То есть диффузионный насос является именно развитием идеи струевой откачки Потому что откачка в диффузионных насосах происходит не за счет формирования Не за счет формирования упорядоченного потока струи рабочего тела, жидкости или газа Ну и чаще всего опять же это уже газ, это пар рабочего тела А за счет диффузии откачиваемого газа Диффузии откачиваемого газа в трую пары, в которой, собственно говоря, имеется разреженная атмосфера И, соответственно, диффузия у нас происходит тогда, когда у нас в какой-то части пространства молекул больше, а в какой-то части пространства молекул меньше Для того, чтобы происходила диффузия, необходимо наличие градиента концентрации И, собственно говоря, этот градиент концентрации создается за счет того, что создается разреженная струя пара Вот, собственно говоря, схематичный насос, который является историческим диффузионным насосом ГЮДЕ, изображен здесь на рисунке Ну а реально действующий диффузионный насос, точнее, вверх схемы, реально использующийся на практике диффузионных насосов, представлены здесь, представлены на этом рисунке Реально использующий диффузионный насос представляет собой конструкцию, в которой у нас имеется откачиваемый объем, представляющий собой чаще всего металлический, реже в каких-то демонстрационных моделях, стеклянный цилиндр, в который наливается рабочее тело, и это, соответственно, чаще всего либо масло, либо, опять же, какой-то очень тяжелый эфир, похожий по внешнему виду на масло, и который нагревается при помощи электрического нагревателя так, чтобы у нас формировались пары масла. Внутри откачиваемого объема, внутри объема насоса располагается элемент, который называется диффузором. Диффузор представляет собой сосуд, внутренняя форма которого напоминает бутылку с зауживающимся горлом. Соответственно, пары откачиваемого рабочего тела поднимаются по внутренней поверхности этого диффузора, дальше доходят до конического сопла, отражаются от крышки этого сопла, так что, соответственно, на выходе из сопла формируется... Это все трехмерная картинка, это картина вращения. Формируется коническая же, опять же, струя, и эта струя, и эта струя, ее главное свойство состоит в том, что она не только высокоскоростная, она еще и расширяющаяся. И вот за счет того, что эта струя расширяется в пространстве, в ней понижается концентрация и создается градиент концентрации газа, являющийся основой для откачки. Основой для откачки за счет того, что, соответственно, концентрация газа в струе понижается по сравнению с концентрацией газа в откачиваемом объеме. Таким образом, движущаяся струя рабочего тела разделяет пространство насоса на два подпространства, соответственно, условно говоря, подпространство низкого давления, которое находится в откачиваемом объеме на данном рисунке сверху, в верхней части насоса, и, соответственно, пространство повышенного давления, которое находится с другой стороны струи. Соответственно, газ, попадающий в струю, вместе со струей попадает на стенки и на этих стенках конденсируется, поэтому стенки диффузионных насосов чаще всего охлаждают при помощи какой-нибудь охлаждающей жидкости, реже при помощи кориогенных жидкостей, но такое тоже иногда случается. И, соответственно, дальше все это в жидкой фазе стекает по стенкам, а в газовой фазе откачивается при помощи предварительной фурвакуумной откачки. Таким образом, в диффузионных насосах используется тоже предварительная фурвакуумная откачка. Здесь, на этом слайде, я оставляю текст на память, в котором поется ода ртутным диффузионным насосом, которые в настоящее время практически не используются, но когда-то были крайне популярными. Но ртутные диффузионные насосы тоже имеют свою нишу для применения. Ну, собственно говоря, этот текст я всем советую прочитать, прочитать и осмыслить. Собственно говоря, все, что мы говорили до этого, это так называемые, все эти насосы можно объединить в одну большую группу так называемых скоростных насосов. Это насосы, в которых откачка производится за счет взаимодействия откачиваемого газа, молекул откачиваемого газа, с каким-то элементом, имеющим повышенную скорость движения. Вот, и, собственно говоря, принцип откачки в скоростных насосах, это откачка за счет формирования какой-то направленного движения газа и какого-то направленного газового потока. Собственно говоря, для откачки можно использовать другую парадигму. Эта парадигма сводится к тому, что нам совсем не обязательно удалять газ из системы, главное удалить его из газовой фазы. То есть его каким-то образом осадить где-то на стенках или на каких-то твердых или жидких элементах. То есть убрать газ из газовой фазы и, собственно говоря, все насосы, действующие по этому принципу, попадают в другую широкую и обширную категорию, которая называется сорбционные насосы. Которые называются сорбционные насосы. Ну, собственно говоря, идея сорбционной откачки изначально кажется достаточно тривиальной. И, в общем-то, есть самый очевидный способ организовать сорбционную откачку. Это взять и внутрь откачиваемого объема, внутрь откачиваемого объема, поместить какой-то элемент, который будет иметь очень низкую температуру. Соответственно, если температура элемента будет очень низкой, желательно криогенной. Если мы внутрь откачиваемого объема поместим какие-то радиаторы, через которые мы будем прогонять жидкий азот или, тем более, не дай Боже, жидкий гелий. То тогда, соответственно, внутри откачиваемого объема будут поверхности, у которых будет экстремально низкая температура. Ну, и, собственно говоря, с экстремально низкой температурой, если у нас имеется элемент, который имеет экстремально низкую температуру. То есть температуру на уровне жидкого азота или уж тем более жидкого гелия. Ну, жидкий гелий это, конечно, дорого. А жидкий азот это вполне, так сказать, доступно. Жидкий азот можно испарять, достаточно недорого его можно сжимать, использовать вторично, третично. Что, собственно говоря, и делается в насосах, работающих на жидком азоте. То тогда мы, во-первых, будем работать на эффекте, связанном с величиной времени пребывания. Все молекулы на поверхности, все того же, все того же. Соответственно, чем ниже температура, тем больше у нас будет время пребывания. Это, во-первых, а во-вторых, мы будем стимулировать конденсацию. Мы будем стимулировать конденсацию и будем, соответственно, заниматься тем, что можем формировать многократное заполнение. Многократное заполнение слоев за счет конденсации элементов молекул температуры кипения, которых температура, точнее говоря, конденсации или уж тем более затвердевания, которых ниже, чем температура рабочей жидкости. Ну, собственно говоря, у криогенных насосов есть масса достоинств. Есть масса достоинств, и, так сказать, эти достоинства связаны, в первую очередь, с простотой конструкции, ее чистотой. Но, собственно говоря, у криогенных насосов, как и у всех сортационных насосов, но у криогенных насосов, в первую очередь, есть два существенных недостатка. Первый недостаток – это необходимость их регенерации, то есть по мере нарастания слоев их нужно куда-то девать, и желательно не назад в откачиваемый объем. Первое. Второе – это утрата скорости откачки по мере, собственно говоря, нарастания слоев на поверхности радиатора за счет, соответственно, понижения теплопроводности всех элементов. Поэтому, и мало того, криогенные насосы являются избирательными по видам откачиваемого газа, опять же, по критерию температуры кипения соответствующего газа. То есть криогенные насосы откачивают не все газы, которые хотелось бы откачать. И вот для, собственно говоря, борьбы со всеми этими эффектами применяются другие, более изощренные насосы. Обычно эти насосы работают на основе создания специальных условий для сорбции молекул. Эти насосы делятся на ионные насосы и делятся на сублимационные насосы. Ну, собственно говоря, проще всего рассказать про ионный насос, потому что ионный насос – это насос, который по своей конструкции представляет собой вакууметр с горячим катодом или вакууметр с холодным катодом, и то и другое. Работающим только в обратную сторону, или, точнее говоря, просто увеличенный в объеме. Вот если мы возьмем вакууметр с холодным катодом, у которого, соответственно, имеется корпус, рабочий объем, и имеется, соответственно, этот самый холодный катод, и если у нас, соответственно, горит газовый разряд между катодом и анодом, то этот газовый разряд создает и упорядоченное движение ионизированных заряженных частиц от катода к аноду. И если энергия этих частиц, определяемая соответствующей разностью потенциалов, будет достаточно высокой, то эти заряженные частицы будут впечатываться в стенку, будут впечатываться в эту стенку и на ней гибнуть. Собственно говоря, таким образом и работает ионный насос с холодным катодом. Если мы возьмем такой же, например, корпус, и внутри этого корпуса расположим какой-нибудь металл, который имеет хорошую способность к сублимации, какой металл имеет хорошую способность к сублимации? Может сублимировать там при разумных условиях. На химии когда-то это говорили. Ну, прости, Господи, куда уж хватит денег, надо же платить сублимировать. Вот. Нет, конечно, есть попроще и подешевле титан. Вот если мы возьмем титановый стержень, будем его прогревать при помощи вольфрамовой проволоки, либо напрямую до высокой температуры, то при определенных условиях он начнет, при определенной температуре он начнет сублимировать. Он начнет сублимировать. То есть переходить, материал будет переходить в газовую фазу. И таким образом, из-за этого титанового стержня полетит соответствующий титановый пар, полетит титановый пар, полетит на стенки, создаст упорядоченное движение, создаст упорядоченное движение, и за счет этого создаст упорядоченный поток и нейтральных молекул, которые находятся внутри откачиваемого объема. И мало того, титан, в том случае, если мы особенно, если мы будем охлаждать соответствующую стенку рабочей камеры этого насоса, будет конденсироваться на стенке. И что он будет делать? Он будет впечатывать те молекулы внутрь стенки, замуровывать те молекулы, которые окажутся в пристеночном слое. Ну и, собственно говоря, дальше возникает абсолютно тривиальная идея. Взять и объединить ионный насос и сублимационный насос для повышения эффективности и тех, и других процессов. То есть вместе с холодным катодом, рядом с холодным катодом, расположить сублимирующий титановый стержень. И, собственно говоря, на основе, собственно говоря, такая конструкция получила большое распространение и стала называться ионно-сублимационным насосом. А для еще большего повышения скорости откачки такой системы сюда добавляют магнитное поле. Точно так же, как мы делаем в вакууметрах, так же, как мы делаем в вакууметрах с холодным катодом. Если холодный катод поменять на горячий катод, то таким образом мы увеличим эффективность ионизации. Увеличим эффективность ионизации за счет увеличения электронного тока. Понизим величину предельно откачиваемого давления. Понизим, собственно говоря, предельное остаточное давление. И, собственно говоря, таким образом мы получим сублимационный насос с горячим катодом, прошу прощения, сублимационный насос с горячим катодом, который также может комбинироваться и с сублимационным насосом. Собственно говоря, насосы как с холодным катодом, так и с горячим катодом в том случае, когда в них используется магнитное поле, называют еще магнитными электроразрядными насосами. Ну, вот, собственно говоря, это то, что я хотел сказать про откачку, прежде чем отдать этот материал все-таки для самостоятельного освоения. И теперь у нас появляется возможность перейти к рассмотрению основного материала, который был запланирован у нас на сегодня, а именно начать разговаривать о матспектрометрии. Вопросы есть, так сказать, в чате или, так сказать, а так и чистить. То есть, система останавливается, насос снимается, дальше, собственно говоря, он разбирается, корпус ставится на токарный станок, и это дело протачивается. То есть, прямым механическим раскабливанием. Вот, прям как и положено. Итак, уважаемые коллеги, теперь у нас появилась возможность, наконец, перейти к следующему разделу нашего повествования, на который у нас будет потрачен оставшиеся две с половиной лекции, и он у нас называется введение в массспектрометрию, или, можно сказать, основы массспектрометрии. Но прежде чем начать говорить об основах массспектрометрии, мне хочется вновь посмотреть на тот элемент, о котором мы только что говорили, на ионизационный манометр. Собственно говоря, идея, заложенная в основу ионизационного манометра, крайне проста. В ионизационном манометре у нас имеется элемент, который является источником электронов. В данном случае я говорю про ионизационный манометр с горячим катодом. Это, собственно говоря, катод вольфрамовая, нехромовая, или еще какая-то проволочка из тугоплавкого материала, через которую мы пропускаем электрический ток, и который посредством термоэлектронной эмиссии имитирует со своей поверхности электроны. Если, соответственно, после катода мы располагаем элемент, который называется анод, и, соответственно, между катодом и анодом мы подаем какую-то разность потенциалов дельта У, если эта разность потенциалов превышает, а точнее, лучше, существенно превышает величину потенциала ионизации соответствующих молекул, потенциала ионизации соответствующего газа, я его назову здесь φА, то в этом случае у нас могут произойти реакции при взаимодействии газа А и электрона, имеющего соответствующую энергию, по, соответственно, механизму А плюс Е, с образованием иона и отрыва электрона от этой молекулы. Вот такого сорта процессы называются процессами ионизации на основе электронного удара. на основе электронного удара, и если мы к этой картине добавим еще один элемент, добавим еще один элемент, добавим, собственно говоря, добавим еще сюда электрод, который назовем коллектором, и, соответственно, между катодом и коллектором подадим разность потенциалов, достаточно для того, чтобы образовавшиеся положительно заряженные ионы собрать на коллекторе и измерить ток этих ионов, и измерить ток этих ионов, которые погибнут на коллекторе, то таким образом мы получим ионизационный манометр с горячим, получим ионизационный манометр с горячим катодом. Собственно говоря, величину разности потенциалов между катодом, между катодом и анодом выбирают такую, чтобы она существенно превышала величину потенциала ионизации всех молекул, которые, в принципе, могут находиться внутри такого измерительного устройства, для того, чтобы гарантировать максимальную эффективность процессов ионизации. Максимальную эффективность процессов ионизации. Но просто брать ионы и их убивать для того, чтобы измерить их количество, это, конечно, очень физично, но с точки зрения всего человечества кажется, что этот процесс слишком расточительный. Потому что мы, в общем-то, в виде вот этих ионов просто берем и убиваем вещество, а об этом веществе можно получить еще какую-нибудь информацию. Можно получить еще какую-нибудь информацию. Если, например, за коллектор выполнить не в виде пластины, не в виде коллектора, а выполнить в виде сетки, а вот эту вот ускоряющую разность потенциалов сделать такой, чтобы все ионы на выходе из коллектора, на выходе из этого коллектора имели примерно одинаковую, примерно одинаковую энергию, имели примерно одинаковую энергию, этого можно добиться, сконструировав соответствующим образом это устройство. Мы добьемся чего? Мы добьемся того, что все молекулы будут иметь, приобретут одинаковую кинетическую энергию. mb в квадрате пополам будет равняться чему? Будет равняться q на uc. И, собственно говоря, чем эти молекулы друг от друга будут отличаться? У них будут немножечко разные скорости, которые будут определяться отношением массы образовавшихся ионов к заряду. И мы, в принципе, по этому параметру можем попробовать разделить молекулы. Как мы можем это сделать? Самый простой способ, который приходит на ум любому человеку, который хоть раз в своей жизни поучился в 10 классе, это добавить сюда однородное магнитное поле в направлении перпендикулярном скорости соответствующих заряженных частиц, соответствующих ионов. Возьмем, добавим сюда однородное магнитное поле, вот такое. И что, собственно говоря, мы здесь получим? Мы получим то, что на все молекулы, имеющие скорость v, будет действовать сила Лоренца со стороны магнитного поля перпендикулярное направлению скорости. Перпендикулярное направлению скорости. И, соответственно, эта сила Лоренца будет равна q умножить на v умножить на b с одной стороны. С другой стороны, эта же сила Лоренца будет равняться чему? Она будет равняться произведению массы на ускорение. Будет равняться произведению массы на ускорение. А, соответственно, в том случае, когда у нас скорость, когда у нас скорость перпендикулярна, когда у нас скорость строго перпендикулярна силовым линиям магнитного поля, То соответствующее ускорение будет являться простым центростремительным ускорением Ну, собственно говоря, я здесь добавлю модуль, чтобы все это выглядело более-менее благообразно И отсюда мы можем посчитать радиус дрейфа Мы можем посчитать радиус дрейфа соответствующих молекул Если мы, соответственно, в качестве скорости подставим скорость, которая будет приобретаться за счет прохождения вот этой разности потенциала То, собственно говоря, мы получим простое выражение для радиуса дрейфа Оно будет обратно пропорционально величине напряженности магнитного поля И, соответственно, будет равняться 2UC умноженное на m и деленное на величину заряда Таким образом, радиус дрейфа соответствующих ионов Будет зависеть от величины массы иона От величины отношения массы иона к его заряду И таким образом у нас появляется возможность в том случае, если мы научимся мерить величину радиуса дрейфа соответствующих ионов, научиться определять, научиться идентифицировать те ионы, которые у нас будут находиться в этом измерительном устройстве. Таким образом мы сможем не только измерять при помощи этого устройства давление газа, но и определять состав этого газа и определять плотности соответствующих компонентов, то есть сможем измерять парциальное давление. Ну собственно говоря, вот эти вот устройства уже находятся на границе, это селективные детекторы или селективные измерители парциальных давлений, находятся на границе между устройствами, которые используются для измерения давлений газа, манометров в том числе селективных, и устройств, которые используются для аналитических исследований сложных смесей и идентификации молекул и называемых масс-спектрометрами. Собственно говоря, та конструкция, про которую я сейчас только что рассказал, является достаточно универсальной конструкцией, получившей большое распространение и называемым масс-спектрометром с секторным магнитным полем. Только единственное отличие состоит в том, что если мы все-таки будем танцевать не от вакууметра, а будем конструировать собственное аналитическое устройство, то все-таки масс-спектрометр с секторным магнитным полем чаще всего работает не таким образом. То есть мы не занимаемся измерением радиуса дрифа, а, собственно говоря, такие устройства организуем следующим образом. Мы берем, мы берем, так как это, собственно говоря, нарисовано на рисунке, берем ионный источник, в котором у нас появляются ионы. Дальше эти ионы мы разгоняем при помощи ускоряющей разности потенциалов. После этого ионы попадают в пространство устройства элемента, который называется масс-анализатором. Собственно говоря, в нем у нас находится однородное магнитное поле силовой линии, которого перпендикулярны скорости движения ионов. И, собственно говоря, это самое устройство, этот самый масс-анализатор имеет две, одну характеристическую особенность. А именно оно имеет входную щель, через которую ионы попадают в масс-анализатор, имеет выходную щель, напротив которой находится детектор ионов, то есть коллектор, на котором мы измеряем ток ионов соответствующей массы. А пространство между, точнее говоря, расстояние между входным и выходным отверстием, входной и выходной щелью, фиксировано по своей величине. Таким образом, ионы имеют ограниченный радиус дрейфа. Точнее говоря, в этом устройстве ионы могут двигаться только по одному радиусу. То есть вот этот вот радиус дрейфа ионов в таком устройстве будет фиксирован. И что, собственно говоря, это для нас означает? Это для нас означает, что через такое устройство могут проходить только ионы, имеющие определенную величину отношения массы к заряду. И в таком случае это устройство будет работать только как масс-фильтр. Будет работать только как масс-фильтр. То есть через него будут проходить только ионы с определенным отношением массы к заряду. Но это не означает, что при помощи этого устройства нельзя измерять отношение массы к заряду для произвольных ионов. Конечно, можно, но для этого необходимо обеспечить работу этого устройства в режиме параметрического сканирования. В качестве параметра чаще всего выступает время. И, собственно говоря, у нас есть в этой формуле две величины, меняя которые мы можем менять величину отношения массы к заряду тех ионов, которые будут проходить через это устройство. Это либо напряженность магнитного поля, либо, соответственно, разность потенциалов в ускоряющем конденсаторе. И вот чаще всего выполняется, и это, собственно говоря, тема для разговора на семинарах, чаще всего выполняется сканирование по величине напряженности магнитного поля. Вот мы берем напряженность магнитного поля, начинаем ее разворачивать как функцию времени, опять же, чаще всего линейно. И при этом детектируем интенсивность, точнее говоря, величину тока ионов как функцию времени, тока ионов на детекторе как функцию времени, Потом время исключаем как параметр и, соответственно, получаем зависимость ионного тока как функцию напряженности магнитного поля. Ну а так как мы имеем, собственно говоря, калибровку для известного нам радиуса дрейфа, то мы, соответственно, можем перейти, можем таким образом определить отношение массы к заряду для тех ионов, которые мы будем детектировать при соответствующей величине времени или напряженности магнитного поля, Что, собственно говоря, для нас уже не важно Ну, в течение всего этого семестра я не знаю, не могу избавиться вот от этой аналогии А именно, значит, дисперсии, которые мы наблюдаем для света на призме И в данном случае у нас дисперсия происходит по величине скорости И, собственно говоря, вот это вот устройство, которое позволяет нам менять радиус дрейфа различных ионов Как функцию отношения массы к заряду Как функцию отношения массы к заряду А на самом деле и скорости в том числе тоже Потому что они будут, соответственно, ионы с разным отношением массы к заряду пройдя Одно и то же разных потенциалов будут иметь разную скорость Вот, и, собственно говоря, в данном случае В данном случае вот эта вот общая аналогия с дисперсией по скорости Для всех физических процессов Аналог как-то вот просто напрашивается не только, так сказать, эстетически Но и на каком-то таком философском уровне На каком-то таком философском уровне Подобные устройства, про которые я сейчас бегло рассказал Называются масс-спектрометрами астоновского типа Эти устройства были первыми масс-спектрометрами Которые, в принципе, исторически появились И несмотря на то, что этой конструкции уже более сотни лет Эти приборы до сих пор используются Используются достаточно широко И, собственно говоря, имеют свою нишу Несмотря на то, что масс-спектрометрическая техника С момента, соответственно, основания масс-спектрометрии Как отдельной, собственно говоря, области аналитических методов Получим очень большое развитие И вот, собственно говоря, обо всем этом развитии Мы будем разговаривать в течение всех двух оставшихся лекций А сегодня наша цель состоит в том, чтобы договориться о некой терминологии И обсудить некоторые общие основы Итак, что же такое, в принципе, масс-спектрометр И что такое масс-спектрометрия Но официальное определение я беру у признанного авторитета Американского масс-спектрометрического общества Которое, собственно говоря, масс-спектрометром Называет инструмент, при помощи которого Измеряются массы индивидуальных молекул По их отношению массы к заряду Тогда, когда они переведены в заряженное состояние В качестве такого лирического отступления Мне хочется привести, собственно говоря, цитату Которую я взял из обзора Гэри Сьюздека Гэри Сьюздек – это такой очень признанный авторитет Работающий в исследовательском институте Скрипса Являющийся одним из отцов области Как масс-спектрометрии вообще Так и метаболомного анализа в частности А он, в свою очередь, в своем обзоре Приводит в качестве соответствующего определения Приводит определение, которое дал нобелевский лауреат Джон Фен в своей нобелевской лекции А именно он, так сказать, про масс-спектрометрию Выразился, ну, соответственно, человек, выступающий С трибуны Нобелевского комитета Может позволить себе произносить какие-то высокопарные слова Вот, и может, так сказать, позволить себе там Давать уже человечеству какие-то наставления Вот, и, собственно говоря, здесь, как вы можете заметить Джон Фен не скромничал, а просто сказал Что масс-спектрометрия – это искусство измерения Измерения атомов и молекул Для определения их молекулярной массы Ну, или молекулярного веса Хотя я не люблю слово молекулярный Вот лично я не люблю слово молекулярный вес Ну, собственно говоря, всем желающим советовать Прочитать эту цитату целиком Она, в общем-то, вполне себе полезна и созидательна Но, в общем и целом, концепция современной масс-спектрометрии Подчеркиваю, именно современной Не в том смысле, что мы находимся где-то сейчас на переднем крае А в том смысле, что в настоящее время мы ее понимаем такое Наверное, по мере развития эта концепция может и каким-то образом эволюционировать Что для того, чтобы измерить массу молекулы Какого-то очень маленького объема С которым мы не можем работать при помощи обычных каких-то инструментов Из-за малости размеров Мы вынуждены перевести этот объект в заряженное состояние Для того, чтобы работать при помощи более точных инструментов На основе электрического или магнитного поля Ну, собственно говоря, эта концепция, она сохраняется по сию пору И изначально она была обусловлена и историческими процессами В принципе, сама по себе масс-спектрометрия возникла, можно считать, каким-то эволюционным путем И, так сказать, последовала за областью, которая была на границе 19-20 веков Очень сильно распространена И была очень популярна область исследований физики А именно исследования газового разряда И первые эксперименты, которые легли в основу масс-спектрометра в того времени Это эксперименты, которые были поставлены двумя великими физиками той эпохи Это Евген Юджин Гальдштейн и Вильям Вин Вильям Вин это, собственно говоря, великий наш соотечественник Который родился в поселке Рыбацкое Калининградской области Правда, тогда это находилось немножко в другом государстве Но, так или иначе, Вильям и Вин считаем немножечко нашим земляком Хотя, по-моему, работал он большую часть времени все-таки во Франкфурте Но родился, как ни крути, на территории современной Калининградской области Поэтому немножечко это было и в России Собственно говоря, что здесь делали эти два великих ученых? Эти два великих ученых работали с канальными лучами И продемонстрировали возможность отклонения канальных лучей В электрическом или магнитном поле Тогда это было почти революцией Потому что считалось, что если у нас имеется газовый разряд И, соответственно, если мы в катоде проделаем отверстие И за пределами либо катода, либо оно до любого электрода Увидим какое-то свечение То считалось, что это просто свет, который из газового разряда Проникает через эти отверстия Но, собственно говоря, если Гольштейн и Вин в разный момент времени На разных установках продемонстрировали способность этих канальных лучей Отклоняться при приложении дополнительного электрического поля Перпендикулярных движений И таким образом продемонстрировали, что они состоят все-таки из заряженных частиц А не только из фотонов Ну, собственно говоря, дальше этот принцип был развит в работах Джона Джосефа Томпсона Который, в конечном счете, сконструировал установку В которой он использовал электрическое и магнитное поле Для того, чтобы определить отношение массы к заряду Для частиц, входящих в состав заряженных частиц И таким образом он определил массу электрона И доказал существование изотопа За что, в конечном счете, и получил свою Нобелевскую премию А дальнейшим развитием этой тематики занимался его аспирант Фрэнсис Вильям Астон Который уже сконструировал аналитический прибор Предназначенный для исследования различных молекул Открыл при помощи этого прибора несколько изотопов За что, собственно говоря, получил свою Нобелевскую премию Вот в этом месте я лишний раз обращаю внимание учащейся молодежи На то, насколько важно правильно выбрать научного руководителя Вот, то есть там несколько лекций назад мы вспоминали про Торичели и Галилео Галилея Вот, здесь мы уже, так сказать, вспоминаем героев недавнего времени Да, там в данном случае двух англичан Вот, Томсона и Астона И, собственно говоря, вот этот вот масс-спектрометр, в котором используется ускоряющая разность потенциалов И однородное магнитное поле И, собственно говоря, тот масс-спектрометр, который здесь у нас нарисован на доске Сейчас на жаргоне Ну и там его полуофициальное такое название Это масс-спектрометр Это масс-спектрометр астоновского типа Вот, в честь, собственно говоря, Вильяма Астона Фрэнсиса Вильяма Астона Современный масс-спектрометр, как на самом деле исторический масс-спектрометр Это устройство, которое имеет блочную конструкцию И в принципе все элементы различных масс-спектрометров друг с другом могут достаточно свободно комбинироваться Именно поэтому масс-спектрометрические устройства очень удобно представляют себе именно в виде блочной конструкции Вот такой вот блок-схемы Собственно говоря, основные элементы масс-спектрометра это ионный источник и масс-анализатор Соответственно, ионный источник это устройство, которое на вход получает пробу, какой-то исследуемый образец А на выходе выдает поток или порцию ионов в зависимости от своих технических особенностей А масс-анализатор это наоборот устройство, которое на вход получает ионы И в принципе не сильно важно при помощи какой физики эти ионы были получены А на выход выдает информацию об отношении массы этих ионов к их заряду При помощи того или иного физического принципа, которые могут быть различными Но дело в том, что ионные источники и масс-анализаторы это в принципе элементы, которые очень часто работают при различных физических и технических условиях И также они могут и в пространстве находиться на достаточно большом расстоянии друг от друга То есть очень часто бывает такое, что ионные источники работают при высоком давлении И даже при атмосферном давлении А масс-анализаторы работают в условиях сверхвысокого вакуума Расстояние между ними бывает достаточно большое Поэтому очень часто, точнее говоря, практически всегда Во всех масс-спектрометрах между ионным источником и масс-анализатором находится система транспорта ионов То есть задача, которая состоит в том, чтобы доставить ионы от ионного источника до масс-анализатора Мало того, в современных масс-спектрометрических системах, о чем мы будем говорить через лекцию То есть в самом конце, к сожалению, нужно с одной стороны двигаться быстро С другой стороны, обсудить нужно многое В современных масс-спектрометрах система транспорта ионов является элементом, обеспечивающим не только транспортную функцию Но еще и, так сказать, активным элементом, в котором выполняются и происходят какие-то определенные события Именно ионы можно накапливать, можно осуществлять их селекцию То есть накапливать только ионы, обладающие какими-то определенными характеристиками То есть определенной массой или определенной физической природой или еще какие-то Можно осуществлять фрагментацию этих ионов и работать уже с фрагментами и прочее, прочее, прочее В общем-то, на самом деле, большая часть особенностей современных масс-спектрометров Собрана именно в системе, именно в системе транспорта ионов Но, к сожалению, разговор обо всех этих особенностях – это предмет обсуждения специальных отдельных курсов по масс-спектрометрии Которые уже, в свою очередь, читаются на базовых кафедрах Отдельно, точно так же, как систему ввода образца Мы здесь используем, выводим систему и упоминаем систему детектирования и обработки Собственно говоря, это связано опять же с тем, что масс-спектрометрические данные иногда являются, там, очень часто являются данными высокой плотности Для, собственно говоря, сбора, хранения и обработки которых должны использоваться отдельные, собственно говоря, математические подходы Которые приводят к необходимости формирования отдельных систем И также здесь мы неизбежным образом упоминаем еще одну очень важную систему, которая не является основной, но является очень важным элементом любого масс-спектрометрического системы А именно система откачки и измерения вакуума Дело в том, что масс-спектрометрическая техника – это техника, в которой так или иначе анализируются законы движения заряженных частиц А, собственно говоря, для того, чтобы движение заряженных частей происходило должным образом Оно должно происходить либо в абсолютно бестолкновительном режиме, либо в режиме с контролируемыми столкновениями То есть этих столкновений с нейтралями должно быть не больше и не меньше, чем определенное число Поэтому чаще всего все современные масс-спектрометры являются вакуумными устройствами За некоторыми и большими, опять же, исключениями Являются вакуумными устройствами Поэтому, так сказать, большая часть всех этих устройств – это стационарные, тяжелые, массивные устройства В которых, соответственно, содержится система откачки Ну, собственно говоря, разговор на вводные темы о масс-спектрометрии был бы неполным, если бы мы не поговорили о результате измерения Который, так или иначе, получается в любом масс-спектрометрическом эксперименте То есть в том результате, который выдает система детектирования и обработки масс-спектрометра Итак, масс-спектром мы будем здесь и далее называть Тут я обращаю внимание на строгость формулировки Мы будем называть зависимость Мы будем называть зависимость, в которой по оси ординат откладывается интенсивность сигнала, детектируемого детектором Масс-спектрометрического устройства Здесь отклик детектора, а здесь отношение массы ионов к заряду Очень часто масс-спектром... И, собственно говоря, вот такую вот картину, вот такую вот зависимость мы будем называть масс-спектром Обращаю внимание на строгость этой формулировки То есть в данном курсе, в том курсе, который мы изучаем, используется только эта формулировка и никакая другая Здесь мы откладываем относительную интенсивность сигнала ионов на детекторе, а не какие-то производные величины Очень часто люди хотят сюда запихнуть какие-то производные величины, типа концентрация ионов Или еще там, прости господи, отношение числа ионов к числу нейтралий А иногда еще хуже, хотят сюда запихнуть число нейтралий, которое было на входе Вот все это является неверным То есть в рамках нашего курса мы будем использовать только это определение масс-спектра Потому что, в общем-то, связь со всеми остальными производными величинами является крайне нетривиальной И в рамках нашего обзорного курса она просто не обсуждается Чаще всего масс-спектр представляет собой картину, которая является вот такой вот полосатой То есть содержит какое-то количество отдельных выраженных пиков К каждому этому пику мы ассоциируем какое-то отношение массы к заряду Но чаще всего на жаргонном уровне это дело мы будем называть просто массами М1, М2, М3, М3 и так далее Ну, собственно говоря, в этом месте мы должны оговорить, какие величины мы откладываем здесь по оси абстыз Ввиду того, что масса иона и масса отдельной молекулы это достаточно малая величина То измерять ее в каких-то общепринятых единицах не очень удобно Поэтому чаще всего для того, чтобы измерять массы, используют так называемые углеродные единицы А именно массу молекулы сравнивают с массой какой-то заранее оговоренной молекулы В качестве этой заранее оговоренной молекулы Молекулы единичной массы является масса равная 1,12 Масса 12-го изотопа углерода Масса 12-го изотопа углерода Эту величину называют одной углеродной единицей или же одним дальтоном или же одним АЕМ Атомной единицей массы Атомной единицей массы Значит, если читать статьи по масс-спектрометрии, которые вышли до 2015-го года То там будет использоваться еще одна замечательная величина, которую я очень сильно люблю Но, к сожалению, ЮПАК эту величину в 2015-м году вывел из номенклатуры Эта величина называется Томпсоном И эта величина равная одному дальтону, деленному на зарядовую единицу Это та величина, которая откладывается по оси АВСС Вот ЮПАК почему-то вывел ее из номенклатуры Мы ее теперь не используем А говорят уже только о массах, измеренных в АЕМе Но, так сказать, так как в литературе это встречается И, в общем-то, статьи, вышедшие до 2015-го года, это пока еще не сильно древние статьи Поэтому, так сказать, об этом необходимо тоже упоминать Вот, желающим разобраться в этом вопросе я рекомендую прочитать две статьи Ссылки на которые здесь на слайде привожу И, собственно говоря, разобраться во всех этих величинах Так как в названии масс-спектрометра и, собственно говоря, в названии масс-спектра Присутствует слово спектр То становится очевидным, что, как и во всех спектроскопических методах И в масс-спектрометрии тоже Величина разрешающей способности является одной из принципиальнейших величин За которых, в общем-то, происходит в масс-спектрометрической технике И в масс-спектрометрической методологии основная борьба По определению разрешающей способности Это, в общем-то, универсальная характеристика Ее можно применять к разным процессам измерения В том числе к измерению масс при помощи масс-спектрометра Разрешающей способности мы называем минимальную разность измеряемых величин Которая может с заданными аналитическими характеристиками Быть измерена при помощи данного измерительного устройства Ну, собственно говоря, применительно к масс-спектру Мы можем определить разрешающую способность Как отношение величины измеряемой массы К минимальной разности масс При которой два иона, имеющих разную массу Могут наблюдаться отдельно В данном случае по отношению По отношению к масс-спектрометрическому устройству Мы соответствующие две массы М1 и М2 М1 и М2 Можем наблюдать в виде двух отдельных пиков Либо перекрывающихся на каком-то соответствующем уровне перекрытия Ну, точно так же, как в критерии разрешимости релея Мы можем ввести какой-то соответствующий Допустимый уровень перекрывания Который мы оговариваем Соответственно, отношение М к М2 минус М1 Но чаще всего пишут М к дельта М При этом я всех коллег Которым, собственно говоря, рассказываю этот материал Предостерегаю от использования жаргонного приема Который является общепринятым в оптической спектроскопии Ну, в оптической спектроскопии все достаточно просто Так как у нас электромагнитные волны друг с другом не взаимодействуют Когда они, собственно говоря, движутся где-то в оптической системе Вот, то там в качестве жаргонного приема Для определения разрешающей способности В оптической спектроскопии Вот, используют Используют следующий прием А именно очень часто берут Величину Величину длины волны, на которой наблюдают Определенную линию Берут соответствующую ширину линии Специально я пишу вот так вот, дельта лямбда Вот, и в качестве разрешающей способности Записывают отношение лямбда К этой самой, к этой самой дельта лямбда Вот, по аналогии так и хочется Так как мы наблюдаем отдельные пики В масс-спектрометрических системах По аналогии так хочется взять и Собственно говоря, вот сюда вот Вот сюда вот Записать эту самую ширину наблюдаемую пика Дельта m И записать вот так вот r равное m деленное на дельта m Так вот, в масс-спектрометрии этот фокус В большей части методов Которые очень хочется применить Он не работает Вот им пользоваться Им пользоваться нельзя По какой причине? А по той причине, что если у нас есть Вот даже в масс-спектрометрии астоновского типа Если у нас есть два иона Близкой массы Два иона близкой массы Которые будут, соответственно, чесать Будут чесать в этом масс-анализаторе Будут двигаться по соответствующим Траекториям близких По траекториям близких радиусов То, соответственно, чем ближе их массы Тем, соответственно, больше будет Кулоновское взаимодействие между ними А так как знак у них одинаковый Это будет кулоновское расталкивание И, соответственно, в этом случае В этом случае Ширина наблюдаемых пиков Будет определяться В том числе и фактом присутствия соседнего И фактом присутствия соседнего иона Фактом присутствия соседнего иона Поэтому в том случае, если вы измерите масс-спектр какого-то одного иона в отсутствии другого, то это не будет означать, что вы будете наблюдать линию такой же ширины, в том случае, если вы будете работать со смесью, в которой будет присутствовать ион близкой массы. Поэтому, собственно говоря, вот этот жаргонный прием, он и в оптике является жаргонным, но так или иначе все-таки применяется очень часто, а в масс-спектрометрии такой подход просто в принципе запрещен, потому что заряженные частицы взаимодействуют друг с другом, и это взаимодействие будет тем больше, будет тем больше влиять, чем, соответственно, ближе будут массы по отношению друг к другу. Ну и, собственно говоря, короткая ремарка о том, зачем нам в принципе нужна разрешающая способность, зачем нам нужна высокая разрешающая способность. И для того, чтобы понять, какие в принципе величины разрешающей способности нужны в масс-спектрометрии, достаточно проделать очень такое несложное и наглядное рассуждение. Ну, мы знаем, что у нас есть там изотопы каких-то распространенных элементов, среди таких распространенных и понятных элементов это, соответственно, углерод, водород, азот, кислород и массы их стабильных изотопов приведены здесь вот на рисунке. И, собственно говоря, из этих самых элементов, из этих атомов мы можем собрать понятные и знакомые и хорошо встречающиеся молекулы. Это, соответственно, CO, N2 и C2H4. И вот если мы просто там при помощи каких-то привычных бытовых рассуждений посчитаем массу соответствующих ионов, точнее говоря, массу соответствующих молекул, то мы получим во всех трех случаях мы получим примерно одну и ту же массу, а именно массу где-то в районе 28 дольтон. Вот. Но так как у нас изотопы имеют какие-то точные массы, то при помощи масспектрометрического оборудования мы можем разрешить эти ионы. И вот для того, чтобы их разрешить, для того, чтобы разрешить, например, CO и C2H4, для этого необходима разрешающая способность на уровне не ниже, чем 770, а для того, чтобы разрешить CO и N2, нужна разрешающая способность на уровне уже превышающем 2500. Вот. Таким образом, мы уже понимаем, что для решения каких-то там более или менее значимых аналитических задач необходимо разрешающая способность на уровне где-то там в районе 1000 или выше. На уровне 1000 или выше. Ну, собственно говоря, разговор о том, какие величины разрешающей способности у каких типов масс анализаторов получаются, и какие для этого обычно используют методы ионизации. Это разговор последующих двух лекций. А здесь я еще хотел бы остановиться на том, чтобы обсудить литературу, которую необходимо, которую я советую читать коллегам для, собственно говоря, углубленного понимания, и для того, чтобы разбираться в каких-то отдельных вопросах. Собственно говоря, там современное состояние масс-спектрометрии таково, что выбора литературы на русском языке не так уж и много. Вот. Всем я в первую очередь рекомендую читать книгу, которая достаточно легко находится в электронном виде. Это книга, авторы этой книги Сысоев и Чупахин, называется «Введение в масс-спектрометрию». К огромному сожалению, один из авторов этой книги Александр Алексеевич Сысоев, профессор Московского инженерно-физического института, где-то примерно месяц назад ушел из жизни. Вот. Это такое серьезное событие в масс-спектрометрическом мире российском. Вот. Но эта книга осталась, несмотря на серьезный год издания, 77-й, это уже почти 50 лет назад. Все, что написано в этой книге, оно очень доступно, потому что и очень понятно, и очень значимо, по той причине, что там, опять же, обсуждаются физические основы функционирования масс-спектрометров. И с 77-го года эти физические основы изменились не очень сильно. И для первого ознакомления это книга, которую физики писали для физиков, а, собственно говоря, эта книга родилась в МИФИ, и она, в общем-то, соответствует высокому именно профессиональному физическому уровню. Эта книга настоятельно рекомендуется. Другая книга называется «Масс-спектрометрия в органической химии». Она была издана в 2003 году на русском языке авторю Альберт Тарас Шлебедев. Эта книга более современная, но эта книга написана, даже из названия следует, она, в общем-то, написана для химиков, и физические основы там обсуждаются не очень подробно. Книги, которые я рекомендовал для общего ознакомления, такие универсальные учебники по методам вообще, в том числе «Сердюк», «Закай» и «Закай» тоже рекомендуется. Ну и для совсем уж углубленного изучения я рекомендую книгу, автор которой Коу, называется «Электроспрейн в Малдиме-спектрометрии». Эту книгу можно раздобыть, в первую очередь, в электронном виде. Все, на этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.